Наилучший путь – путь Мухаммада Одний из важных моментов, который нужно заметить, что вот этот вот отрывок .. то что наилучший путь Мухаммада обычно всегда применяется обладательное знание в таком месте то есть если у тебя приходит какой-нибудь хадис в нём приходит что пророк,Ⅱ, делал так то так каком то действии например но делал ли он так или нет от него не установлено Но установлено от какого-то подвижника, например. Так или нет? Допустим, что руки во время джаназы нужно поднимать, например. Так, во время тагбира джаназы нужно поднимать, от Пророка не пришло, от подвижника, от Ибн Умара пришло. Мы говорим в этом случае как Хайруль-Гади, Гади Мухаммадин, салям, в лучший путь, путь Мухаммада, салям. Понятно, да? То есть если что-то не установлено от посла Никола, салям, или, например, в Ташххуде, когда Ташхххуд на Мальчатке читаешь, Что касается Вот это вот слово Установлено также от Ибн Умара Он говорит А я говорю То есть добавляю Мы как говорим Говорим Останавливаемся на том Что пришло от посланника Аллах И не добавляем того, что от него не установлено Используя какой отрывок исходить Вот это Наилучший путь Путь Мухаммада И где бы ты такой не встретил Везде можно применить этот довод Сказать Дальше